Реально ли амбиции правительства Дагестана превратить республику в главного фарварда? Вот ваше мнение, действительно, реально превратить его в фарварда Юга России? Амбиция — это очень важный такой импульс, который должен двигать вперёд. Но потенциально республика обладает всеми для этого возможностями. И когда было совещание с Александром Геннадьевичем Хлопонином, он сказал, что, скажем, путь Дагестана в СКФО особый, потому что достаточно развита инфраструктура промышленная. У нас сейчас известно, что не хватает федеральных заказов, об этом говорил Меджидов. Это одна из главнейших задач, в том числе постпредства, возвращение федеральных заказов на территорию Дагестана. Там довольно много заводов, но 60 тысяч промышленных площадей просто пустуют, и задача их загрузить. Через Дагестан проходит, скажем, логистика и для Азербайджана, в том числе и иранские грузы, и в обратную сторону. Поэтому порт, поэтому, конечно, у Дагестана принципиально другой потенциал. И поэтому Меджидович обратил внимание, что развитие республики Дагестан — это, так скажем, не потребление, так скажем, бесконечных федеральных ресурсов, а это инвестиции, в том числе и федерального центра, в промышленность, в образование, в инфраструктуру. Это Дагестан должен сделать. У республики мощные планы. Фактически раз в две недели каждый министр бывает здесь, в федеральных министерствах. Мы видим, какая поддержка федеральных министров. Они прямо сами подходят, сами говорят, что надо. По здравоохранению Танка Абрагимовичу Скворцова сказал, вот кабинет даже отдельно для Дагестана, отдельный сотрудник, который будет отвечать за это. То есть максимальное понимание необходимости ускоренного развития отстающего региона. Что-то делается для изменения имиджа республики в стране? На прошлой неделе здесь у нас, по сути, был посол Непала. Было предприятие «Две страны гор». Мы очень похожи, на самом деле, с Непалом, если кто не знает. Там порядка 100 этносов, у нас более 30 этносов. Там страна гор, мы страна гор. И, в принципе, даже темперамент очень похож. При этом Непал, мы знаем, что в Непале гражданская война. А в Дагестане, в принципе, войны по национальным, конфликтам по национальным вопросам нет, не существует. Но при этом Непал – это туристический мировой бренд, а в Дагестане нет. И отчасти здесь связано с тем, что мы очень плохо работаем с прессой. Потому что вся информация, которая с Дагестана идет, идет по каналам силовых структур. Как только что происходит, они тут же собираются у полужурналистов, тут же отчитываются, ставят себе галочки. Это тут же все каналы показывают. То, что касается ситуации другой, огромное количество событий происходит. Происходит только недавно, сейчас Дагестан, выставка была большая по предпринимательству. Сейчас готовится экономический форум, молодежные мероприятия. И об этом мало кто знает. Да, фактически. Поэтому при постпредствии срочным образом, уже три недели, как создана медийная служба, мы, естественно, готовим, формируем пул журналистов, которые около нас. Надеемся, в общем, у россиян сформировать такое устойчивое понимание, что Дагестан в этом плане достаточно интересная республика. Дагестан в этом плане достаточно интересная республика.